Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Отчетный тур стартовал матчем лидера таблицы в гостях у Эмполи. Уже на 17-й минуте защитник хозяев Исмаили, пытаясь прервать прострел соперника, поразил собственное ворота, открыв счет. А спустя 10 минут Виктор Асимхен, до которого не дошел мяч во время первого взятия ворот, оказался первым на добивании после дальнего выстрела Хвичи. В середине второго тайма за подлый удар соперника был удален полузащитник Наполи Марио Уруй, но в десяти ровне и политанцы удержали добытый на старте результат. Сосуоло минимально переграл на выезде Летча благодаря голу Кристиана Торцвета, головой замкнувшего подачу Доминика Берарди с углового в середине второго тайма. С тем же счетом на дно Болония нанесла поражение Интеру. И если гол Мусси Барро в дебюте встречи не был засчитан из-за овсайда, то в концовке встречи Рикардо Арсалини забил абсолютно легитимный мяч, уверенно переграв Анану, выйдя с ним на рандеву. Салернитана разгромила на своем поле Монсу. Первый тайм закончился без голов, а в дебюте второго Лассана Кулибали классным выдающим ударом открыл счет. В середине тайма Григорий Скастана с ударом слета закрепил успех хозяев. А еще через пяток минут, оказавшийся первым на добивании, до крупного счета довел ветеран серии А Антонио Кондрево, который спустя два дня отметил свой 36 день рождения. Удинезо и Специя разошлись боевым миром. Уже на шестой минуте Гастей вывел вперед Мбалан Золо, в одиночку обыгравший защитника и голкипера хозяев. Через 15 минут уже форвард Удинезо Бету вырвался на рандеву со стражем ворот соперника и, обыграв его, покатил мяч в пустые ворота. В дебюте второго тайма Роберто Перейро хлестким ударом под перекладину вывел вперед уже хозяев. Однако, увлекшись атакой, Удинезо пропустили разящую контратаку соперника, и все тот же Нзоло сравнял счет, оформив дубль. Милан довольно уверенно обыграл дома Аталанту. В середине первого тайма после дальнего выстрела Тео Эрнандеса мяч угодил в штангу, отскочив от которой попал в спину голкипера и залетел в ворота. А в концовке встречи Рафаэль Ляу, выйдя один на один, мастерски перебросил незадачливого голкипера бергамцев. Феорентина разгромила на выезде Верону. Уже на 12-й минуте Нанитама и Коне промчался по правому флангу и отдал передачу в центр штрафной на Антонина Барака, который хлестким ударом под перекладину открыл счет. А еще до перерыва успех гостей закрепил Артур Кабрал, закунув в подачу с углового Роланда Мандрагори. А в концовке встречи все вопросы победителя снял вышедший на замену Кристиан Набираги, зарядив мяч в ворота соперника ровно с центральной линией поля. Лацио минимально переграл Томасом Дорью благодаря классному удару Луиса Альберта из-за пределов штрафной в концовке встречи. Кремонезе одержал долгожданную первую победу, обыграв не кого-нибудь, а действующего победителя Лигы Конференции. В дебюте встречи хлестким ударом с линией штрафной счет открыл Франк Тсаджут. На самом старте второго тайма за лишние разговоры был удален главный тренер гостей Шозе Маурини, но и без рулевого на бровке ремля не сумели отыграться. В середине тайма Манчини забросил мяч за шивара защитников на одинокого Спиноцеллу, который уверенно переиграл голокипера хозяев. Но на финише встречи Руй по три всего завалил своей штрафной форварда соперника и не сумел отразить в пенальти, хоть и угадал направление мяча, но вышедший вместо автора гола Чеофани пробил точно в нижний угол ворот. Завершался тур туринским дерби. Торино дважды выходил вперед усилиями Карамо и Санабри, на что Бинкенери отвечали точными ударами Куадрата и Данила еще в первом тайме. А в середине второго вперед вышла уже старая сеньора, благодаря точному удару экс-защитника Торино Бремера, головой замкнувшего подачу Федерико Кьезе. А точку матча поставил Робьо, замкнув передачу со штрафного все того же перебежчика Бремера. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!